добрый день мои дорогие друзья сегодня в париже снова солнечно отличная погода и в связи с этим случаем я решил сделать маленькую прогулку экскурсию по одному очень просто очень красиво место парижа можно так сказать элитарном квартале элитном квартале мы находимся сейчас на острове сэн-луи вот делаю уже маленького тут это остров сете соседний там видите нотр-дам и вот начало острова сэн-луи очень маленький такой островок это второй самый маленький остров парижа но на самом деле тут только три и тут просто очень красиво тут находится очень много старых домов которые были построены некоторые еще 400 лет назад тут очень интересно тут много чего можно посмотреть и самое главное не все знают об этом месте давайте пойдем посмотрим так друзья вот сейчас мы на мосту который соединяет остров нотр-дам остров сете с островом сэн-луи вот он с этой стороны остров довольно маленький он всего лишь 700 метров в длину и 200 в ширину тут живут меньше 2500 жителей и самое главное он очень спокойный потому что в основном из-за того что о нем не знают некоторые говорят что это становится туристическим местом но я не сильно соглашусь и он тоже спокойно потому что сюда не ходит общественный транспорт метро тут нет проезжает всего лишь одна линия автобуса и там вроде одна или две максимум остановки и даже станции станции для для велосипедов мало ну и тем более в последнее время тут начали закрывать проходы для машины вот тут машинам нельзя ехать что же касается истории этого места то надо знать что долгое время единственный жилой остров на сене был остров сете и были другие маленькие острова которые крутились вокруг и для тех кто помнит мое видео про площадь дофин я рассказывал что тогда присоединили два острова к острову сеты что же касается острова сенуи его начали застраивать только в 17 веке на самом деле раньше тут было два острова остров коров и остров нотр-дам на острове нотр-дам часто приходили проходили дуэли на острове коров паслись коровы соответственно назвали первый нотр-дам просто потому что он принадлежал людям которые сзади вот именно в соборе парижской богоматери и конечно оба а эти острова часто оказывались под водой когда седа поднималась весной кстати сейчас сено довольно высокая вот вот с той стороны набережной еще не затопило но я думаю будет скоро а вот с этой стороны вот нет видно что она немного некоторые части уходят под воду в общем в начале 17 века было решено застроить эти два острова задача поручена группе инвесторов которым приказывает соединить два острова застроить набережные и построить мосты чтобы был доступ к остальному парижа заслуги своих работ эти люди получат право продавать участки которые появятся на новой части города и это место замечательно тем что многие из этих построек остались нетронутыми и тут можно найти дома которым реально 400 лет что же касается безопасности места обратите внимание на набережную вот я думаю тут метров 6 7 но если взять еще с вот этим уровнем можно сказать что построили тут все-таки метров 10 это конечно не помешало некоторым наводнением пройти через через эту стену но тем не менее это более внушительный шум ну например то что было на другой стороне посмотрите на эти балконы друзья мои а также вот на двери многим постройкам здесь ну реально практически 400 лет дверям тоже маскароном и декорациям это что очень хорошо потому что это престижный элитный квартал здесь было очень мало изменений вот особенно когда османа разрушал весь центральный париж здесь было практически не тронуто так друзья когда этот остров был закончен и тут начали продаваться поместье то его прозвали островом дворцов давайте посмотрим на дворце которые тут есть вот первый из них называется он отель ламбер на самом деле тут раньше было два отеля отеля в французском понятии отель партики ли это частное поместье раньше значит тут было два таких поместья первый был построить для финансиста вот с этой с левой стороны а второй для архитектова архитектора луи лево он построил эти два здания и он дал своими вот второму зданию кстати знаменитый персонаж отец французского классицизма можно так сказать обратите внимание на архитектуру это просто шедеврально вот с этой стороны вот такая башенка сверху очень красивая декорация два балкона на самом деле три я что-то нижний не посчитал и обратите внимание какая очень красивая тут дверь с изображениями ну я думаю это греческие боги или просто персонажи греческой мифологии так что я хотел добавить эти два места станут центрами польской эмиграции в 1830-х годах если кто-то помнит то после восстания 1830 года в польше которое было подавлено очень много поляков переехали переехали жить во франции тут поселился принц шарторинский он был глава польского правительства в изгнании и тут он стал главным инфлюенсером польского вопроса именно тут встречалась вся польская аристократия в изгнании и артисты в том числе адам мискевич и шопен после освобождения франции от нацистов это место также возродила свою активность в надежде помешать польше стать сателлитом ссср как будто это можно было избежать и но и она не стала подчиняться польским властям ну советским властям варшаве и продолжила как бы работать независимо кстати жалко что мы не можем попасть внутрь но это частное поместье это в принципе логично но внутри очень роскошные салоны тут очень люксово содержать это место стоит очень дорого вот почему наследники польские наследники этого места в конце концов его в семидесятых продали ротшильдом и в 2007 его купил эмир катара за 80 миллионов евро видите там камеры видеонаблюдения место конечно хорошо охраняется друзья вот посмотрите какой тут миленький балкончик с прекрасным видом на стену опля вы знаете на самом деле тут просто приятно гулять даже не зная историю этого места это реально такой милый квартал спокойный и тут просто сделать прогулку но даже пробежаться или с собакой просто в одно удовольствие кстати вот в этом здании находится профсоюз булочных парижа в последнее время они очень недовольны потому что наша главная супермаркет сеть леклерк начала продавать багета за 29 центов в среднем багет во франции в булочном все-таки стоит ближе к одному евро но они очень недовольны потому что они думают что у них уградут клиентов принципе я могу рассказать законы торговли вот друзья я тут вошел в подъезд обратите внимание тут есть бюст человека кстати видите он даже тут защищен электронная вот кражи видите такая старинная мебель и прекрасные лестницы тоже конечно зам богатство ну и вы можете увидеть там портреты не знать были чем синие что ли так друзья а вот это может выглядеть как-то более скромно но тут находится один из самых красивых поместье на этом острове отель дело зен кстати вот тут и название и год строительства 1657 заметьте какая красивая дверь такой позолоченный балкон и я кстати знаю ну к сожалению сейчас туда не зайдем но внутри тоже все позолочено я не знаю если вот видно через окна там очень красивые салоны балкон тоже как видите позолочен очень красивое место сейчас там находится научный клуб но когда-то тут был клуб любители гашиша которые тут собирались и курили также курили опи и обратите также внимание на этот замечательный водосточный столб в исполнил вот такой форме дельфина это считается один из самых красивых таких произведений в париже если не самой красивой так вот это название рыб пульте он продублирована кстати вот старым видит стороны от висерху это имя одного из финансистов который построил который построил этот остров с этой стороны находится тоже частный отель но из него сделали школу двери слава богу сохранили величественная работа я кстати очень любопытно сколько такие двери могли в то время стоить в эквивалент в евро кстати любопытный вопрос действительно если кто-нибудь имеет сведения о такой информации напишите пожалуйста в комментариях так и вот с этой стороны тоже вот видите тоже красивые двери тут находится кстати общежитие для международных студентов видите тоже очень старое здание ну вот с стороны немного реставрирует так а вот с этой стороны тоже вот видите заметить дверь и тут раньше находилась школа которая была посвящена это было здание конгрегации дочери милосердия католическая оркадизация так друзья вот сейчас мы находимся на мосту и обратите внимание вот видите с левой стороны вот это здание на поновея вот старое вот с правой стороны но старые когда вот решено было в тут построить мост то было решено расширить улицу раньше улица была маленькая и вот пришлось уничтожить целую часть здания были огромные протесты в то время но вот это здание она уже новая вот кстати если посмотреть с правой стороны правую сторону тоже должны были разрушить но этого не сделали потому что сочли что мост достаточно широкий и видите что все-таки тут разлом что это это здание которое вот находится прямо а его тоже должны были разрушить видите тут полностью несимметрично так а вот тут нас находится заведение называется о фон пинок одно наверное самых старых заведений которые находятся на острове сен-луи потому что у нас с 1616 года вот когда начали застраивать и видите грильяжи с этими позолоченными винными лозами все это с эпохи это реально сохранилось с того времени сейчас находится на реконструкции но внутри очень красиво у них очень красивый погреб тоже как бы представляете средневековье так вот в этом здании жил некий филипп де шампань знаменитый портретист который нарисовал много портретов в том числе марии медичи у него огромное количество картин который можно найти по всей франции и в том числе и даже в эрмитаже так и видите тут постоянно есть спуски можно на набережную спуститься ну и тут в основном летом студенты устраивают пикники что вот хорошо вот эта часть всегда находится в тени а вот другая часть другой стороны постоянно на солнце так что если слишком жарко можно менять посмотрите на этот прекрасный вход дверь и вот голова демона вот я бы сказал что решетки тоже с эпохи стойку вот обратите внимание на этот прекрасный балкон в этом здании жила скульптуриса камей клудейл вот я поставили поминальную плитку так друзья вот сейчас мы находимся на улице леру гроте хотел обратить внимание на некоторые факты заметьте тут название улиц иногда вот написано вот в современной форме вот с этими плитками а иногда вот остались тоже вот старые названия ну их не меняют я не думаю что это связано с деньгами я думаю просто чтобы сохранить вот такую маленькую оригинальность и с этой стороны также находится старое название этой улице улице женщины без головы некоторые думают что это потому что вот есть тут статуя внутри религиозные статы таких статус часто можно найти на углах улиц парижа ну там была религиозная фигура вроде-то был святой николай он был уничтожен во время революции как было часто с религиозными статуями в париже само само название этой улице на самом деле связано с с баром который находился и бар назывался бара женщины без головы так друзья вот сейчас мы находимся на на мосту луи филиппа который соединяет правый берег с островом вот с той стороны это уже остров сите и видите вот там в в овертюре находится пантеон так давайте спустимся на набережную пойдем посмотрим на вид с этой стороны так а вот тут мы подходим к западному кончику острова сразу скажу что эта часть иногда уходит под воду когда начинается потоп в сене у нас сильных потопов массы вроде 2016 году был но они иногда случаются вот сейчас даже в середине января уровень реки довольно высокий увидит там вот ту часть лестницы уже чуть-чуть затопила и с той стороны тоже так вот это как я говорил это уже в остров сите видите знак это куда корабли должны плыть ну и целующаяся пара эти хорошее место для свидания романтично кстати друзья я совсем забыл вам рассказать почему остров называется сэн-луи сэн-луи это значит святой людовик многие думают что так как остров начали строить при правлении людовики 13 это связано с тем на самом деле нет это связано с людовиком 9 его дальнем предки которые назвали святой людовик в основном потому что он купила терновую корону иисуса христа ну по легене конечно построил святую капеллу и также очень важный факт потому что он поплыл в крестовый поход он конечно не был единственным королем который поплыл в крестовый поход но все его достижения дали ему все-таки право называться святым важный момент почему значит этот остров именно назвали часть него просто потому что до того как поплыть в крестовый поход он тут помолился и после этого он поплыл на свой крестовый поход кстати знаете почему так много королей назывались людовик просто потому что имя происходит от первого французского короля кловиса по-русски это будет хлодвиг ну это имя как бы из немецкого перешло ну со временем стала стала людовика людовик плюс потом луи потом вы уже начали называть королей ну и знаешь так как было первого короля назвали кловис то со временем с деформации языка он превратился людовикус ну сейчас французы ну людовик имя не используется французском языке говорят луи так мы снова поднялись так обратите также внимание на это очень красивое здание с декорацией и видите тут можно увидеть символ масонов посередине боже сколько не могут сосаться так вот это значит площадь луи сарагона знаменитого писателя вот кстати тут название площади и с цитатой я знаете ли вы остров в сердце города где все спокойно вечно по французски звучит чуть лучше так друзья а вот это здание называется дом кентавра почему он так называется потому что видите тут можно увидеть бар ильев на котором геракл дерется с кентавром не сам сейчас я вам расскажу эту легенду так в общем как-то раз когда геракл возвращался с одного своего очередного приключения он переходил через реку со своей женой дейонирой и поручил кентавру несу ее перевести через реку но кентавр в этот момент дичал и решила попробовать ее изнасиловать увидев действие кентавра геракл выпустил в него стрелу отравленную ядом гидры ну который геракл пробедила до этого смертельно раненый кентавра рассказал дейонире что его кровь является мощным афродизиаком на случай если когда-нибудь геракл решит уйти от нее к другой ну и конечно же этот день пришел геракл начал изменять своей жене и дейонира взяла кровь кентавра опрыскала ею тунику которую она отправила в подарок геракла знак любви но сразу после того как он ее одел геракл начал его кожи начал его жечь и не вынося муки он построил себе смертельный костер на котором себя изжег что касается дейонира то узнав о своей ошибке я кстати не знаю на какой степени может быть такой дурой чтобы такое сделать но в общем она повесилась так вот и вот мы возвращаемся к мосту который соединяет остров сите вот заметьте кстати тут уровень между улицей тротуаром чуть выше вот тут тоже спуск на набережную и вот тут находится очень герой дорогие ресторанчики от которых открывается замечательный вид ну вот с одной стороны как вы видите пантеон а с другой стороны задница нотр-дама так давайте пойдем на центральную улицу хотел добавить один факт вот посмотрите на эти здания которые вот находятся с этой стороны тут ясно видно что это не здание которые были тут изначально потому что этот типичный османский стиль так что им где-то 100 150 максимум лет тоже более аутентично несмотря на то что на этой улице находится очень много разных ресторанов отелей бутиков я все-таки повторюсь я не считаю что это самое туристическое место в париже да тут проходят иногда туристы но честно скажу это остров санлу это всегда был такой маленький уголок спокойствия в в бурном городе пойдемте дворик посмотрим я всегда говорю своим друзьям которые приезжают париж обязательно когда вы видите открытый двор заходите тут можно увидеть много чего интереса вот сразу какой-то тут баррельеф такой интересный и заметьте как тут очень красиво все покрыто растениями я думать летом тут очень красиво должно быть когда все цветет я как-то в этом ресторане кушал тут довольно неплохо и очень такой красивый и тотичный декор а кстати хотел добавить соответственно на острове санлу и живут огромное количество знаменитостей среди самых знаменитых можно вспомнить бодлера сезон тут жил мари кюри тоже жила джамиль добус наш знаменитый комик тут то я не завязывал еще тут живут а покрыть беру тут жил а также актер да не лютой тут кстати жил еще один французский президент мы к этому вернусь так ну вот это здание в видную конечно более новое это даже обыскал двадцатый век и обратите внимание на этот прекрасное поместье с этим замечательно в балкону я сказал что это даже уникальная работа вот сверху посередине голова демона 2 химеры по сторонам а на дверью дракончики вроде бы на этот драконы сети хорошо что мы смогли зайти тут просто прекрасный двор а вот с этой стороны находится отель четыре звезды от и вот игры же дупом потому что на раньше здесь находился зал где играли в эту игру ну можно сказать так предок тенниса вот и видите у них огромный такой вот потолок который сохранился еще вот стой путь и эту мотелю ну не отеля именно зданию практически 400 лет марионетки таких магазинов в париже мало осталось но тут тоже часы продают так а вот это знаменитый дом мороженого берть и он считается что тут производится наверное самые лучшие мороженые в париже и кстати летом когда куча туристов тут реально выстраивается очереди 30 а то и 50 метров так а вот с этой стороны находится единственная церковь на острове сен-луи тоже церковь сен-луи посвящена нашему дорогому святому людовику рядом вот находится школа а кстати не знаю если хорошо видно сверху но там статуи петуха и ну часы сами увидите вот кстати видите прекрасная церковь тут огромное количество картин вот маленькие если вы видите маленькая реставрация сейчас идет конечно и видите статуя святого людовика а в руках он держит терновый простите терновый венец ну корона который к якобы принадлежал иисусу христу реально одна из самых красивых церквей в париже тем более что она не очень известна че реально кстати я всем советую заходите в церкви в париже в париже не только нотр-дам в каждой церкви это про произведение искусства и тут всегда можно на что посмотреть так мы вернулись на набережную посмотрите сколько народу тут отдыхают или обедают реально конечно погода сейчас просто отлично у нас давно такой погоды не было прекрасная дверь но это тоже османская эпоха больше балкона и персонаж на баррельефе с этой стороны так друзья а вот в этом здании находится польская библиотека и сообщество историко-литературное польское сообщество тут также находится музей адама мицкевича и салон шопена вот это было тоже одно из зданий польской эмиграции в ну вот после восстания 1830 года в то время российская империя очень жестко подавила это восстание и многое часть польская польской элиты пришлось бежать кстати в этом здании находится огромный документальный фон тут больше 200 тысяч книг 5000 карт и очень-очень огромное количество разных артефактов которые привезла с собой польская иммиграция как нибудь я схожу в это здание покажется так смею обратить внимание друзья что так как это набережная тут только парные номера вот 26 сразу идет 24 вот кстати это здание тоже новая она она была разрушена после того как его купила некая миллиардерша из америки несмотря кстати на то что здание было защищено но по крайней мере сумели вот сохранить этот балкон и эту замечательную дверь тоже произведение искусства и кстати в этом здании жил президент жорж понпиду вот и он умер в этом здании и вот прямо напротив можно заметить метку потопа 1910 года вот он вода достигла вот этого уровня что кстати не хило вот по за особенность вас посмотреть какая разница вот тут ну как вы видите тут все-таки немного затопило несмотря на то что вот набережная реально высокая прекрасный декор и тут тоже вот этот мост уже тоже соединяет левый берег с островом там находится арабский институт вот тут тоже вот здание с головами видите и вот то здание это единственное что осталось от одного частного отеля который тоже был разрушен вот они по крайней мере сохранили аркус с проходом так друзья а сейчас мы заходим в сквер который находится полностью в конце этого острова сквер баре и вот так прозвали честь антуана луи баре знаменитого скульптора у которой была особенность он в основном делал скульптуры животных вот знаменитого произведения это лев со змеей а сверху видно т.с. против кентавра бенора а по сторонам аллегории с одной стороны находится порядок а с другой на стороны находится сила но и его соответственно медальон с его портретом посередине так смотрите а вот это кедр из ливана его посадили президент жак ширак и премьер-министр рафика рели а тут кстати написано премьер-министр ливана в знак дружбы между францией и ливаном но это конечно было до того как его взорвали с помощью полтора тонны тротила так и в конце вот этого сквера открывается замечательный вид на стену но уже с восточной стороны а видите тут уже немного затопило так ну да как видите тут довольно хорошо уже начинает это наводнение хотел обратить внимание видите вот там есть специальные знаки и светофор на мосту чтобы показывать кораблям если они могут или не 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 могут проходить но движение на сцену на самом деле довольно четко регулируется потому что это все-таки прохода тут мало так я хотел пойти на кончик с нижней стороны вам показать но мне один парень скажут довольно скользко лучше не рисковать на тем более если не хочу себя мочить так что давайте все ребят